Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее все это и многое другое подробно. Национальный банк Молдовы получил финальный отчет КРОЛ о расследовании кражи миллиарда из трех банков. Банк обеэкономии, Банк Сычалы и Унибанк. Уже на следующей неделе документ будет отправлен в следственные органы Республики Молдова. Накануне Национальный банк Молдовы получил окончательный отчет о расследовании кражи миллиарда. В документе содержится информация о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков из Республики Молдова. Банка деэкономии, Банка Сычалы и Унибанк. Отчет вместе с оперативными данными об отслеживании украденных средств будет отправлен на следующей неделе в следственные органы Молдовы и представителями КРОЛ в соответствии с процедурами, согласованными с международным консорциумом. Напомним, резюме отчета о расследовании, который показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они прошли или в которые они попали, было опубликовано 21 декабря 2017 года на сайте Национального банка Молдовы. В свою очередь представители КРОЛ подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с молдавскими органами следствия в целях поддержания усилий по возврату украденных денег на международном уровне. Отчет КРОЛ обсуждался и на сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности. Вопреки объявленному накануне бойкоту представителей парламента и правительства от партии демократов, оно все же состоялось. В повестке значились также вопросы Национальной стратегии обороны, Декларации об унире и Приднестровского урегулирования. С какими рекомендациями выступил Совбез и что пообещал глава государства в репортаже Ольги Гриненко. Председатель парламента Андриан Канду, премьер-министр Павел Филипп, министр обороны Евгений Стурза и глава МВД Александр Жиздан на заседании Высшего совета безопасности не явились. А вот Башкан Гагаузи Ирина Влах, генеральный прокурор Эдуард Харунджин и губернатор Национального банка Сергей Чокля бойкотировать его не стали. Последний доложил, что накануне Нацбанк получил в электронном формате финальный отчет КРОЛ. Процесс передачи информации завершится на следующей неделе и Совбез намерен получить доступ к ней в кратчайшие сроки. Высший совет безопасности решил, что губернатор Национального банка должен переговорить с компанией КРОЛ, чтобы этот отчет в самое ближайшее время был представлен Совбезу. Лично я сделаю все возможное, чтобы этот рапорт был представлен на широкое обсуждение. Еще одной ключевой темой на заседании Совбеза стали так называемые декларации в поддержку объединения Молдовы с Румынией. Игорь Дадон заявил, что высший совет безопасности осуждает действия местных властей, призывающих к ликвидации государственности. Чтобы предотвратить их, администрация президента предложит парламенту внести поправки в законодательство. Совет безопасности рекомендует модифицировать уголовное законодательство и вести четкие положения, предусматривающие уголовную ответственность за такого рода действия. Эти изменения будут осуществлены и представлены парламенту в самое ближайшее время. Президент подчеркнул еще, что намерен обратиться в Организацию Объединенных Наций и Совету Европы с просьбой прокомментировать принятие некоторых законов парламентом Румынии, которые, по мнению Дадона, представляют риск для нашей государственности. Еще он заявил, что Высший Совет Безопасности глубоко обеспокоен возможными попытками дестабилизировать ситуацию в стране. Дадон заявил, что по имеющейся информации с 24 по 27 марта с этой целью в Кишино приедут унионисты. Президент предупредил на этот счет правоохранительные органы. После заседания, отвечая на вопросы журналистов, Игорь Дадон подчеркнул, что на протяжении всех лет независимости повестку заседаний предлагал председатель Совбеза, то есть президент страны. Это был ответ на заявление главы ДПМ Влада Плохотнюка о том, что в повестку включены вопросы, не входящие в компетенцию Совета. Он также накануне порекомендовал членам правительства и парламента не принимать участие в состоявшемся форуме. Напомним, согласно законодательству, заседание Высшего Совета Безопасности должно проводиться не реже одного раза в квартал. Румыния контролирует расход каждого аллея, который выделяет Молдове. Она следит абсолютно за всеми проектами, профинансированными румынским правительством. Об этом заявил посол Румынии в Молдове Даниил Иоанниц в эфире передачи на общественном телеканале. По его словам, есть ситуация, когда Румыния потребовала вернуть по меньшей мере часть денег за невыполнение заключенных договоров. Румыния проверяет расход каждого аллея, выделенного Республики Молдова на реализацию тех или иных проектов. Об этом заявил посол Румынии в Молдове Даниил Иоаннице в рамках передачи на общественном телеканале. Мы внимательно следим абсолютно за всеми проектами, которые были профинансированы правительством Румынии. Более того, у нас есть аудитерские отчеты по абсолютно всем финансируемым проектам. И когда мы констатируем нарушения, мы не колебли, сигнализируем о них и в определенных ситуациях требуем деньги назад. Заявил дипломат. По его словам, есть ситуация, когда Румыния потребовала вернуть по меньшей мере часть денег за то, что подписанные договоры не были выполнены в соответствии с взятыми обязательствами. По словам Яницы, расход средств строго проверяется счетной палатой Румынии, потому как деньги румынских налогоплательщиков должны быть потрачены исключительно на предусмотренные цели. Дипломат подчеркнул, что проекты, которые разрабатывает Румыния в Республике Молдова, предназначены для всех ее граждан. Вне зависимости от языка, на котором они говорят, этнической принадлежности или места проживания. Это было условие, которое Румыния попыталась поставить и проследить. Условие, которое строго контролируется, отметил Яницы. Напомним, в 2015 году правительства двух стран заключили соглашение о предоставлении Молдове безвозмездной финансовой помощи в размере 100 миллионов евро. Из них она успела освоить чуть меньше 30 миллионов. Плотный туман, накрывший сегодня утром столицу, внес изменения в график работы Международного аэропорта Кишинео. Из-за непогоды несколько рейсов были задержаны или вовсе отменены. Так, с опозданием практически в час прилетели самолеты из Москвы. По этой же причине на час позже они отправились обратно в столицу России. Задержался и утренний рейс из Бухареста. А на Стамбул и вовсе был отменен. Тем временем, метеорологи на завтра, 8 марта, обещают все тот же туман и переменную облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 7, плюс 10 градусов. Продолжаем выпуск. Материальная помощь для жителей столицы с ограниченными возможностями. Согласно проекту решения Муниципального совета, из бюджета города были выделены средства на покупку специальных медицинских аппаратов. Всего бенефициарами стали более тысячи человек. Об этом сообщили муниципалитет. По их словам, также муниципалитет распорядился об упрощении процедуры подачи заявления и выделении материальной помощи социально уязвимым семьям и гражданам разной степени инвалидности. 600 звуковых тонометров, 600 тростей и более 350 слуховых аппаратов были выделены жителям столицы с ограниченными возможностями. Такое решение было принято Муниципальным советом Кишинел. По словам представителей партии социалистов, Монсовет принял и соответствующий регламент распределения этой материальной помощи. В соответствии со списками, утвержденными Ассоциацией незрячих и Обществом Глухих Республики Молдова. Согласно этому же документу, 45 человек получили глазные протезы в столичном онкоцентре. Также из бюджета были выделены средства на покупку специальных лифтов для людей с ограниченными возможностями. В конце апреля, начале мая будут установлены в территориальной медицинской ассоциации сектора Чентру пять лифтов, из которых один будет таких диаметров, чтобы вместить человека в инвалидном кресле. Когда был принят бюджет во втором чтении, была запланирована в нынешнем году покупка десяти лифтов для людей в инвалидных колясках. Они будут установлены во всех территориальных медицинских ассоциациях, на лестницах, чтобы поднимать людей с улицы на первый этаж. По словам социалистов, была также упрощена система подачи заявления для получения материальной помощи от муниципия. Так, члены социально уязвимых семей, а также люди с ограниченными возможностями, могут подать заявление в любое территориальное отделение управления соцпомощи, либо в притуру каждого сектора столицы. Решение было принято муниципальным советом. По словам социалистов, в мэрию уже поступило около тысячи заявлений. Их рассмотрит специальная комиссия социального управления. Средства будут выделяться в приоритете людям с наиболее тяжелой материальной ситуацией. Также материальную помощь в размере около 600 леев, согласно распоряжению мунсовета, получит технический персонал детских садов. Национальное агентство по регулированию в энергетике провело публичные дебаты по вопросу тарифов на газ в текущем году. На заседании представители Молдова ГАЗ представили цены от поставщика. Таким образом, компания предлагает ввести окончательный тариф на газ от 4914 леев за 1000 кубометров. В свою очередь, Наре, согласно новой методологии расчета, предложило снизить тариф и установить его на уровне 4420 за 1000 кубометров. Помимо этого, Национальное агентство по регулированию в энергетике попросило Молдова ГАЗ сократить убытки и продолжить работу в этом направлении. Между тем, перед зданием Наре сегодня состоялся очередной флешмоб. Члены партии действий «Солидарность» продолжают настаивать на своем и вместе с представителями партии платформы «Достоинство и правда» снова призвали агентство в срочном порядке пересмотреть тарифы, по которым потребители оплачивают природный газ. Перерасчет тарифов на газ должен провестись с возвратом средств, выплаченных жителями Молдовы сверходобренной суммы. С таким призывом выступили сторонники партии действий «Солидарность» и платформы «Достоинство и правда». Совместно они провели флешмоб перед зданием Наре, после того, как ведомство провело публичное обсуждение на тему снижения тарифов на газ. Сторонники политформирования уверяют, что решение о снижении тарифов, если оно будет принято, слишком запоздало, так как большие счета за газ поступают именно в зимний период. Мы их просим конкретно подсчитать, сколько стоит поставка газа из России и его распределение здесь, чтобы мы, потребители, смогли оплачивать счета без того, чтобы влезать в долги. Тарифы должны были снизить три месяца назад. В прошлом году должны были их снизить. Уже два года, как на счетах «Молдова-газ» накапливаются деньги. Почему не снизили цену на газ? Цена импорта упала на 30%. К собравшимся вышел и директор национального агентства по регулированию в энергетике Тудор Копач. Протестующим женщинам он попытался подарить в знак примирения цветы. Правда, жест они не оценили. Копач заверил, что после проведения обсуждений с «Молдова-газ» есть все предпосылки снижения тарифов на газ. Я бы хотел поздравить женщин, участвующих в этом флешмобе. Мы очень ценим их мнение и предложения. Цены будут ниже. В ближайшее время мы проведем на эту тему дебаты. Отметим, в начале нынешнего года премьер-министр Павел Филипп заявил, что тарифы на газ могут снизиться на 20%. На это указывает исследование, проведенное Министерством экономики. Он также призвал представителей «Молдова-газ» принять этого внимания и найти способ выплаты компенсаций. Зампомощника государственного секретаря США Бриджит Бринг находится с рабочим визитом в Молдове. По данным посольства Соединенных Штатов Америки в Молдове, американский чиновник встретится с представителями нашего правительства, гражданского общества и с лидерами политической оппозиции. Главной темой для обсуждения станет внедрение реформ в стране на пути к евроинтеграции. О других новостях далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Молдавский финансовый рынок остается слаборазвитым спустя 27 лет после обретения независимости. Такое мнение высказал экономический эксперт Института развития и социальных инициатив ВИТОРУ Вячеслав Иоаннице. По его словам, единственными действующими инструментами на данный момент выступают банки и микрофинансовые организации, которые начали развиваться с недавних пор быстрыми темпами. Иоаннице уверен, сейчас властям необходимо сконцентрировать свое внимание на выпуске облигаций компаниями и местными органами власти, развитии инструмента ценных бумаг частных структур, а также на либерализации трансграничных финансовых услуг. По мнению эксперта, отсутствие свободы движения капитала загоняет Молдову в тупик. Объявлено начало голосования за лучший проект в направлении или бренд, продвигающий туризм в Молдове. Работы оцениваются по 20 категориям, а награждение состоится во время мероприятия «Молдова Туризм Гала». Оно пройдет 23 марта. Организаторы предлагают всем желающим проголосовать за понравившуюся работу на сайте galoturism.md. Отметим, «Молдова Туризм Гала» – это одно из главных событий молдавской туристической индустрии, направленное на продвижение этой отрасли и стимулирование участия экономических агентов в развитии туризма в Молдове. Налогоплательщики могут подать декларацию по налогу на прибыль до 26 марта нынешнего года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Обязательство распространяется на юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также на индивидуальных предпринимателей. Так, они должны представить декларацию или отчет о подоходном налоге в Государственную налоговую службу или отправить документы в электронном формате. При этом срок подачи декларации и отчетов совпадает с крайней датой уплаты подоходного налога в бюджет, который необходимо осуществить также до 26 марта. 81 проект от госпоставщиков медицинских услуг был представлен на конкурс, финансируемый за счет Фонда развития и модернизации национальной компании медицинского страхования. Приоритеты финансирования на 2018 год были установлены Координационным советом Минздрава и включают укрепление больничной медицинской помощи, оснащение национального потенциала в области профилактики раннего выявления онкологических заболеваний, укрепление первичной медицинской помощи. На финансирование проектов победителей выделена сумма в размере 27 миллионов леев. В спортивном зале теоретического лицея села Чашмекиой появился борцовский ковер. Средство на его приобретение выделил исполнительный комитет Гагаузии. Ковер спортивному залу был вручен башканам автономии Ириной Влах в рамках рабочей поездки. В лицее помимо традиционных занятий спортом уже на протяжении шести лет проходят также тренировки подзюдо и самбо. Воспитанники секции были неоднократными победителями районных, региональных и международных турниров. Помимо ковра учащиеся получили также специальные подарки от детско-юношеской спортивной школы города Вулканешт. Судебный контроль в отношении бывшего мэра Кишинел Дарина Киртуаке продлен еще на 30 дней. Такое решение принял 6 марта столичный суд сектора Буюкань. Сам Киртуаке остался недоволен таким заключением. По его словам, и заседание суда в принципе является напрасной потерей времени. Напомним, Дарин Киртуаке был помещен под домашний арест с мая прошлого года по делу о строительстве платных парковок в столице. Позже в ноябре его выпустили под судебный контроль. Продолжаем выпуск. Использовал нецензурную брань в общественном месте, будь готов заплатить штраф. За публичное оскорбление, а также совершение действий, унижающих честь и достоинство человека, Кодекс о правонарушениях Республики Молдова предусматривает денежные санкции в размере от 450 до 900 лев. Также по закону любители нецензурной лексики могут быть отправлены на выполнение неоплачиваемой работы длительностью от 10 до 20 часов. Решение по подобному случаю было недавно вынесено апелляционным судом города Белц. Согласно материалам дела, в октябре 2017 года патрульный из севера страны составил протокол о том, что в ходе конфликта один человек назвал другого бранными словами, тем самым унизив его честь и человеческое достоинство. По решению патрульного за это виновник был санкционирован на 450 леев, сообщает сайт bizlow.md. В мэрии Кишинео обсудили возможность обновить столичный дендрарий. Директор парка Ион Узун продемонстрировал представителям фракции столичного мосовета проект модернизации, включающий в себя обустройство велосипедных дорожек, площадки для скейтбордистов и установку турникетов у входа. По словам главы предприятия парк Дендрариона Узун, для того, чтобы осуществить намеченные цели, необходимо будет повысить стоимость входных билетов. Это вынужденная мера, говорит он, так как за последний год доходы предприятия упали из-за сокращения числа свадеб на территории парка. В 2016 году было выдано 900 разрешений на фотосъемку свадеб, а в 2017 только 620. При этом Узун отметил, что для пенсионеров, студентов и людей с ограниченными возможностями скидки на выходные билеты будут сохранены. Отметим, что на данный момент стоимость билетов в столичный Дендрарий составляет 4 лея для взрослых и 2 лея для студентов и учеников. Цена на фотосессию – 350 леев. Международный женский день уже совсем скоро, а значит самое время выбирать цветы для любимых женщин. Жители столицы уже с утра в преддверии праздника собирались у цветочных рынков, выбирая самые красивые букеты. Что означает для граждан Молдовы праздник 8 марта, узнавала наша съемочная группа. Длинные розы, тюльпаны и большие пышные букеты. Выбор у жителей Молдовы традиционного подарка на 8 марта достаточно широк. А покупать цветы для любимых женщин или коллег по работе жители столицы начали еще в преддверии Международного женского дня. Вот такие красивые цветы. Для всех, всех моих любимых женщин. Пентру коллеги, Ленуа Стридрать. Пентру чини, пентру мамика. Для сотрудниц, конечно, конечно, для сотрудниц. Пентру шефа. Пентру фемии убита. Рассказали мужчины о том, что для них означает праздник 8 марта. Я считаю, что партия феминина требует много внимания. Сребата дата позволяет нам филищить сестры, мамы, родители, коллеги. И бензинка. Это радость. Это, в первую очередь, весенний праздник. Сребата дата, которые мы позволят филищить, мамы, родители, родители. Для нас, мужчин, женщины – это неотъемлемая часть жизни. И мы должны всегда радоваться, радовать, ценить женщин, носить их на руках. Отметим, что на цветочных рынках столицы цены за одну веточку тюльпана составляют от 15 до 20 леев. Ромашки стоят 35 леев за штуку. А роза – 50 леев. Стоимость букетов от 100 до 200 леев. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести Молдова. Между тем, при поздравлении учителей или воспитателей, жителям Молдовы стоит выбирать подарок более осторожно. В Министерстве просвещения напоминают, что сбор денег в школах и детских садах по поводу разных праздников включительно запрещен. По данным ведомства, это оценивается как факт коррупции в учебных заведениях. Накануне Международного женского дня Министерство просвещения, культуры и исследований напоминает, сбор финансовых средств в образовательных учреждениях запрещен. Соответствующую директиву подписала государственный секретарь Анжела Кутасевич. Документ распространяется на школы и детские сады республики. Так, в Министерстве просвещения повторно обращают внимание дидактических кадров и руководители учебных заведений на необходимость своевременно реагировать и противодействовать сбору средств для учителей на 8 марта. Ведомстве оценивают это как факт коррупции. Между тем, на цветочных рынках уже можно было заметить группы школьников, выбирающих букеты учителя. Ведь этого никто не запрещает, говорят 12-классники. Для преподавателей. Завтра 8 марта и сегодня надо поздравить всех преподавателей. Министерство просвещения рекомендует учителям, воспитателям и администрации школ и детских садов уведомлять о сборах денег в уполномоченные органы. Виновные при этом попадают под дисциплинарные наказания, а в некоторых случаях под уголовную ответственность. Предпраздничное настроение. В преддверии Международного женского дня в Российском центре науки и культуры состоялся концерт, где прозвучали любимые всеми песни и стихи, посвященные прекрасным дамам. Ярче звезд очи твоих красок, только в любви твоей могут быть такие необыкновенные глаза. Романсы и арии, лирические стихи и проза прозвучали накануне на концерте, приуроченном к Международному женскому дню. Организатором мероприятия выступил Российский центр науки и культуры. В Российском центре науки и культуры начались мероприятия, посвященные нашему любимому весеннему празднику, Международному женскому дню 8 марта. Сегодня много-много прекрасных песен, стихов, которые все посвящены прекрасному полу нашим дамам. Зрительные овации не утихали. Зал хором подпевал, когда звучали всем хорошо известные песни. Музыкальные и поэтические номера подняли предпраздничное настроение и оставили только самые приятные впечатления у жителей столицы. Я хочу сказать, что этот праздник, он как-то окрыляет женщину. Она ждет всегда вот этого какого-то волшебного дня, как Новый год мы ждем. И спасибо большое русскому центру, прекрасные исполнители, очень хороший репертуар. Для меня, например, сегодня люди, которые выступают, это очередное открытие. Ну, во-первых, это праздничные наступающие дни, это открытые лица, это встреча с российской культурой, с русской культурой, с нашей молодостью. Мне нравится то, что устраивает. Прихожу не первый раз. Есть уже знакомые исполнители, есть то, что они исполняют тоже уже знакомо. И все равно мы приходим, чтобы провести время. 9 марта Российский центр науки и культуры также приглашает жителей столицы на праздничный симфонический концерт, который пройдет в Зале национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Валентина Турова, Руслан Каунов, Вести Молдова. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.